Интересно 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 Ну что ж, расскажем, где я побывал. Скит-Улангер был основан еще в 18 веке. Он был выстроен взамен старого Улангера, что в Костромской губернии, который сгорел от молнии в крещенский сочельник. А зачем уж божник прислал молнию, увы, мы никогда не узнаем. В разное время насчитывалось от 10 до 20 обителей, принадлежащих пеклу поповскому толку. Но некоторые скитники придерживались без поповского согласия. Улангерский скит считался боярским. В нем съявились представители знатных родов, а в 19 веке к ним присоединились выходцы из купеческого сословия вместе с домочадцами. Дувы и купчихи возглавляли обители и принимали схему. Их челядь постригал еноческий чин. В 1838 году Улангерский скит был переименован в селении. До самого разорения здесь жили две дворянки. Одна молоденькая, а другая старая, которую старец и гордели, увеличали даму и двора ее императорского величества. Она действительно была когда-то в фрейлине при дворе. Смотрите. Вот у этого моста и в других местах. Уже какой год озорничает бобры, делая запруды. Году в 2010-м на майские праздники мы отдыхали с друзьями чуть дальше по Кировской трассе. Я уговорил тогда друзей сделать крюк, и мы сюда скатались. Правда, я сам был за рулем. Кому хочется просто делать лишние покатушки, когда они знают, что же там находится. И интересно ли им будет вообще. У нас ожидало пепелища. Тогда и так тут уже становилось безлюдно, а тут и вовсе все сгорело. Уцелел лишь один дом, что близ сосны. Кстати, натыкался на ютубе на разговор хозяина дома с одной Маргаритой, который, как я понял, Семенский краевед. Жалко, что в этот раз я никого тут не застал. Было бы о чем поболтать. Это 300-летняя сосна, упомянута в романе Мельникова и Печерского «В лесах». В умах людей суеверных Эта сосна обладает метафизическими свойствами. Рассказывают, как лет сто назад Пришли два брата к этой сосне. Спилить хотели. Только к делу приступили, а слепли. Шесть недель слепыми были, Пока у сосны прощения не попросили. Через какое-то время нашелся еще один. Тот захотел срубить ее. Только раз тяпнул, щепка в глаз отлесела. На всю жизнь окривел. Так и стоит сосна целехонько до сих пор. В ходе разорения скитов в 1855 году планировалось переселение в Лангерский скит насельниц Оленевского и Комарова. В 1856 году часть жительниц деревни Лангерь была вынуждена формально присоединиться к Осиновской единоведческой общине. После разорения скита его жители переселились в деревню Ивановской, деревню Фундерка, куда были перевезны все ценные книги и иконы. 28 февраля 1858 года онгерский скит был окончательно уничтожен. Маленная стала жилой избой, в которой жила одна единоведка. По западному порядку в центре деревни располагается кладбище. Самая старая его часть юго-западная. Здесь сохранилась три могилы с голубцами. Уж не знаю как три, но две-то точно вижу. Эх, что-то мне вот этот ростов кристалл не дает покорник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok именно тут еще лет 68 назад стоял памятник ветеранам великой отечественной войны и вот однажды по пути на кладбище я увидел такое глава сельской администрации распорядился снести обветшавший памятник погибшим в великой отечественной войне и обломками сделать ямочный ремонт на дороге ведущий к местному кладбищу в ямы покрошили плиты с именами павших воинов прямо по ним ездили машины местные жители были возмущены как вы понимаете тут была полноценная статуя солдата и список погибших бойцов черепки которого и были обнаружены мной на реке отвратительно вскоре же воткнули в другом месте плиту мемориал с выгравированным на ней солдатами и списком погибших да зачем тратиться на реставрацию статуи когда можно на чпу лазером сбубенит такой эрзац что ручная работа память дойдите во времена постмодерна рыночных отношений непозволительная роскошь скорее дикость а на этом месте был фельдшерский пункт а вот как мне объяснила местная женщина это вроде как и есть бывший клуб что сгорел в том году точнее то что от него осталось сюда в детстве даже не сходил а сейчас решил прогуляться что-то мы в других местах совсем шлялись да когда-то здесь была жизнь есть а Субтитры сделал DimaTorzok А тут находилась библиотека Почему-то при слове клуб мне казалось, что это и есть весь клуб Но, судя по всему, я ошибался Так как в этот раз, проходя по деревне, я заболтался с одной женщиной местной Спросил по поводу памятника Она сказала, что вот его перенесли Я спросила, а что же, с клубом работает ли он? Она сказала, что клуб-то сгорел Может, она что-то ошиблась А место, где я брал книжечки, на месте стоит Правда, уже бесхозное, как несколько лет Помню, я тогда дружил с дальним родственником Аж пятиюродным братом Максимом У него я как-то взял журнал «Сережка», который мне жутко понравился Вот про чтение, когда я ему журнал вернул, мы с бабушкой пошли в эту библиотеку Взял тогда книгу Носова о незнайке И, о чудо, другой выпуск журнала «Сережка» Не так давно, кстати, я стал сказать информацию об этих журналах в интернете Нашел сканированные выпуски И я был очень удивлен, пару лет назад вышел юбилейный выпуск Разумеется, я его заказал, сразу купил Купил, и, что смешно, еще ни разу не открыл Ох уж эта старость Что ж, таким образом я отдал дань своим прекрасным моментам детства Может, дочери моей понравится чуть подрастет А может, у самого руки, когда доберутся его полистать Коров в деревне я не видел лет, наверное, уже 25 Постепенно, помню, тогда бабушки стали заводить вместо коров козочек Так как с ними возни меньше Прошло еще лет 5-10, да и бабушек-то тех совсем уже не стало Может, кто и живет тут круглый ход, конечно Не думаю, что их не берется и десятка Впрочем, может, ошибаюсь Что, никак? Держи бутылку И ты попить хочешь? Мне вот попить хочу И вот, набрав местной воды, мы едем в город Дело сделано ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин